Приветствую, друзья. Я не знаю, есть ли проведение или нет, но так получилось, что с детства меня называли мак и волшебник, гений соседка назвала. Я еще пожаловался маме, что она меня гигиеной называет. Она спросила, милочка, ты почему моего хасайчика гигиеной называешь? Она говорит, да нет, я гений, сказала. Ну вот я просто перепутал маленький был тогда. Так вот, друзья, о чем я хочу сказать. Первое открытие свое я сделал очень давно, это был 87-й год, нет, 75-й год. Я одновременно занимался гипнозом и галтерапией. Я к этому еще вернусь, но по образованию я... Так все сошлось, все пазлы сошлись в одном фокусе. Я субординатуру про акушерогинекологию проходил, интернатуру по психиатрии проходил. Одновременно занимался гипнозом, рефлексотерапией и изобрел тогда. Это было действительно давно. Потом я написал пару статей в научных журналах под названием сигнальная рефлексотерапия, еще другое было название гипнозюэтерапия. Сюэ – это точка. Сюэ по-китайски – точка. Я тогда придумал то, о чем потом известный публицист Аграновский писал в книге популярной, которая называлась «Визит к экстрасенсу». Там я был в качестве эксперта. Я там был литературным героем. И я говорил о том, есть биополе или нет. И я там рассказывал теорию кортика-бат-висцеральной саморегуляции организма. Кортика – это кора головного мозга, БАТ – биологически активные точки. Почему я сказал, что я рефлексотерапией занимался. Висцеральная – это внутренние органы. Я тогда придумал систему, как вызывать реакцию в точках без иглы, без электрического тока, без всякого механического воздействия, а именно через кору головного мозга вызывать реакцию в точках, а точки вызывают реакцию в органах. Дело в том, что кора – более молодое образование в эволюции и развитии человека, а точки древние. Вот эти связи, БАТ-висцеральные связи – это внешние покровы, внутренние органы – гораздо древнее. И поэтому я сразу резко расширил показания психотерапии, потому что я вызывал через кору головного мозга с помощью слов, то есть сигналов, реакцию в точках, а точки вызывали реакцию в органах. Таким образом, есть психотерапия, а есть сигнальная рефлексотерапия, которую я тогда создал, которая гораздо более эффективна, могущественна и так далее. Тогда я не очень обратил на это внимание. Проходили годы. Я тогда выступал на конференции у академика Перузиана, я помню, то ли в Моженьке, то ли где-то. Там как раз-таки я подружился с Милой Роткевич, которая запускала «Белку-стрелку». Да, вот я ее сейчас ищу, может быть, наконец найду. И вот мы дружили много лет, она профессор. Там же я подружился с Чуичем. Он занимался, ну, он изучал Гальдана, и потом он занимался многокомпонентными декарствами Чуичи. Я помню, его сын погиб в Афганистане, будучи солдатом. Пуич был мой другом, необыкновенно умным человеком. Я там делал доклад, то ли в Моженьке, по-моему, да. Я там делал доклад, и я помню, когда я рассказывал, как можно вызывать через гипнотическое состояние реакцию в точках, а точки вызывает во внутренних органах. И вся конференция там сидела, там это все было как бы в лесу немного, там такие большие деревья были. И все сидели в зале, это конференция в каком-то помещении. И там мне Жаботинский, я помню, все говорили, я помню, хорошо лауреат Ленинской премии. Он мне сказал, ну что ж, я когда продемонстрировал этот эффект, ну что ж, вам надо набрать теперь только статистику. Да. Ну, интересно, правда? Моим сподвижником большим был доктор Морозов. Ну, это Морозов, это вообще был очень мой друг многолетний, приезжал ко мне даже в Махачкалу. Мы с ним очень дружили, его папа был директором патентной библиотеки, а мама была замдиректором Ленинской библиотеки в Москве. Ну, мы очень дружили, я когда бывал в Москве, я всегда бывал у них в доме в качестве гостя. Мы дружили, и много лет потом дружили. Так вот, Морозов как раз-таки, он проводил, настолько ему эта идея понравилась, вызывать реакцию в точке через кору головного мозга. Он тогда сказал, что там импеданс меняется, что там много можно замеров делать. Короче говоря, он делал всякие замеры, я его за это очень люблю, потому что он поверил в мое изобретение и открытие больше, чем я. Ну, так сложилось с жизнью, потому что я, представляете, я хорошо помню, что было написано в руководствах по гиблотерапии. К игре надо подходить так осторожно, как к тигру. А тут, представляете, человек у меня находится в состоянии гипноза, а я ему внушаю, что в точке вызывается ток. Ну, это эквивалент реакции в точке, когда иглой точно попадаешь, корковый эквивалент. Ламота, распирание, онемение, тепло и радиация. Ток. Ну, Аграновский писал, что я мог целый стадион посадить, всем сказать, расслабьтесь, и всем сказать, в вашем теле пошел ток. И у каждого идет там, где ему нужно, организму. И люди, даже не зная Атласа по гиблотерапии, рисовали себя пальцами, куда пошел ток, потому что он идет по наиболее отзывчивым путям, именно тем путям, где пороги реагирования как раз-таки скалерированы с процессами воспалительными внутри организма. Ну, не буду я вас грузить вот этим всем, не буду вам эту технику сейчас рассказывать, просто я говорю, в принципе, что я пользуюсь этим потом мог у женщин, у женщин, которые климакс уже пережили, возвращать месячные. То есть, по существу происходило омоложение организма. Я это к чему все рассказываю, что я готовлю большой подарок женщинам всего мира. Молодильные яблоки, это же, представляете, эти маленькие точечки, как яблочки маленькие. Но если правильно подойти, их же можно заново использовать. Вот сейчас я по достоинству только начинаю понимать, какое открытие, изобретение я тогда сделал. Открыл новое свойство, открыл новое явление, открыл новую закономерность. Все это тогда расписывал в научных статьях, потом я перестал эти статьи публиковать. Ну, в нескольких журналах вышло, а потом я перестал. Даже в электронной промышленности у меня вышла такая статья «Сигнальная рефлексотерапия». Ну, это были годы уже какие? Восьмидесятые. Когда я работал в электронной промышленности, я там создал промышленную психофизиологию. Когда я обучал женщин с микроскопами меньше вставать зрительно в этой монотонной напряженной деятельности. До меня они работали, допустим, два года. Потом должны были сменить рабочее место. А после меня стали работать пять лет. Мне за это даже с моей фамилией Алиев наградили премию Ленинского комсомола Армении. Это единственный случай в истории планеты, потому что, ну, вы знаете, отношения Алиева, фамилии я имею в виду. Ну, короче, Карабах, там и прочие десятые. Не буду я на эту тему распыляться. Знаете, что я хочу сказать? Вот здесь сошлось то, что я акушер-гинеколог по субординатуре, то, что я психиатр, то, что я рефлексотерапевт, то, что я занимался гипнотерапией, занимался клиническим гипнозом, эстрадным гипнозом, экспериментальным научным гипнозом. Я изучал с помощью гипноза окно, как говорится, подсознательные процессы. Таким образом, я приготовил для вас, друзья, особенно для женщин, подарок 8 марта. Я сейчас заново найду Морозова. Он очень любит эту вот именно сигнальную рефлексотерапию мою. Мы почему и дружили, не только потому, что мы друзья, а еще и потому, что он очень любил вот это мое изобретение, открытие. И мы с ним вместе выдадим такое в этом году, я так планирую, выдадим вот эту омолодительную систему. Но самое интересное, как говорится, это интересный метод, который расширяет наше представление о возможности именно кортико-батвисцеральной регуляции, и как я тогда сформулировал, расширяет и помогает потом психологам, психотерапевтам, рефлексотерапевтам. Очень многое-многое работать более качественно и более эффективно в своих областях. И лечить те болезни, которые лечить было невозможно. Я думаю, поскольку у меня есть несколько случаев очевидных, когда я помогал людям с альзермером и с аутизмом, то я думаю провести исследование в этой области, потому что я посмотрел по Википедии, никто никогда никакими лекарствами альзермер не может лечить. Посмотрите в Википедии. А это новый метод. Я ее просто иногда внутри себя называл сигналкой. Это новый метод, потому что открывает новый пласт возможностей, а Бог его знает. По-моему, если я создал в свое время метод саморегуляции ключ, и первая книжка в СССР была моя, о том, что человек может управлять своим состоянием, о том, что я создал принцип подбора путем перебора по критерию минимального усилия, выводил людей в Беслане, в шоковое состояние, в Каспийских виздарь, когда они не слышали психологов, а потом учил психологов МЧС. Так я думаю, что этот метод, если я сейчас определенным образом, как говорил лауреат Ленинской премии Жаботинский, профессор, там у Пирюзиана на конференции, что надо собрать только статистику, друзья, статистику мы соберем, потому что в школе сегодня моей 200 с лишним тысяч, из них хотя бы 5% сейчас подключатся, и мы такое сделаем, потому что вместе мы, друзья, сила. Итак, дорогие женщины, это к 8 марта, мой вам подарок. Через полгода-год вы его получите в руки и будете омолаживаться. До встречи!